Первое впечатление – самолёты так летать не могут. Но когда за штурвалом сверхнового истребителя Т-50 опытные пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа, становится понятно – могут. Ещё как. Современные боевые машины уже никогда не будут прежними. Теперь это и истребитель, и штурмовик, и бомбардировщик, который может выполнять любую задачу. В небе самолёт пятого поколения. Это значит, он невидимка, то есть незаметен для радаров противника. Значит, самый быстрый, максимальная скорость больше 2500 км в час, значит, с искусственным интеллектом. Сам думает и совершает операции, о которых раньше нужно было заботиться пилоту. Подскажет обо всём абсолютно. И во-вторых, он не потеряет управляемость абсолютно. Когда самолёт начнёт хвостом вниз падать, лётчик предупредит об этом. И если что-то случится с пилотом во время задания, истребитель может самостоятельно вернуться на базу и даже совершить посадку. В этом самолёте вообще лётчикам многое предоставляют на блюдечке. Например, система автоматического распознавания цели. Самым совершенным самолётом пятого поколения считался американский F-22 Raptor. Несколько лет секретных испытаний ПАК-ФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, так ещё называют эту боевую машину, совершил более 500 вылетов. Конструкторы подводят итоги первого этапа испытаний и с уверенностью говорят, полёт нормальный. Несколько хвостовое оперений, отсутствие углов между поверхностями, а оружие разместят во внутренних отсеках. Так сопротивление воздуха во время манёвров меньше, а обнаружить самолёт за счёт специального покрытия сложнее. Пилоты проходят дополнительную подготовку перед тем, как сесть за штурвал нового истребителя. Даже система катапульты и кресел – целая наука. Вес пилота, скорость полёта – всё это учитывает компьютер и позволяет безопаснее эвакуировать лётчика. Испытания прошли уже четыре красавца Т-50. К концу года испытают ещё один. К 2015-му их планируют поставить в серийное производство. Клим Санаткин, Алексей Белов, Николай Сосов, Михаил Симаков. Первый канал. Клим Санаткин, Алексей Белов, Николай Сосов, Михаил Симаков.